друзья всем привет из каринтии сегодня поехал поснимать немножко для вас нашу каринтии наши красоты все оставайтесь на моем канале у меня сегодня выходит хлебушек вкусный рецепт причем хлебушек для ленивых потому что замес только делается тестомесом все показано все рассказано будет ждем смотрим комментируем делимся этим рецептом не жалеем друзья добрый вечер давно хотел поделиться своим фирменным хлебом хлеб для ленивых можно сказать здесь никакого замеса рульками не требуется сейчас все покажу все расскажу делается единственно нужно выждать целую ночь чтобы выстояла тесто в холодильнике все буду последовательно показывать все в описании подведя вся грану в граммах все ингредиенты так что готовим и у вас все получится ну вот для начала я поставил свой тесто мест у меня такое любой тесто мест можно взять миксер который с такими мешалками есть вот тоже можно использовать руками вы такое тесто не занесет я снимаю крюк что в первую очередь необходимо мне сюда в первую очередь нужно налить вот у меня 350 миллилитров воды но начнем с дрожжей у меня свежие дрожжи свежие дрожжи 40 грамм 40 грамм будет достаточно для килограмма замеса этой муки свежие дрожжи люблю если будете использовать сухие дрожжи значит вам понадобится всего лишь навсего на половину меньше то бишь 20 грамм 25 максимум 350 миллилитров воды вот у меня 350 миллилитров воды я показываю теплая вода может быть комнатной температуры здесь не принципиально как обозначить теплую воду до 40 знаете у кого маленькие детки были берете просто пальчиком чтобы не обжигал это порядка 40 градусов теперь что туда сюда мы добавляем сахара немножко буквально чайную ложку сахара вот у меня чайная ложка сахара и чайная ложка пойдет соли я чуть больше чайной ложки вот так где-то как столовая ложка только без горки вот так соль пошла теперь сразу же поставим крюк поставим я его снял думал что начнут с этого с муки и сейчас немножко надо размешать чтобы дрожжи разошлись размешиваем как только дрожжи разошлись у нас берем значит что теперь снимаем крюк снимаем крюк берем 1 килограмм муки мука вайцемель обычная пшеничная мука у меня два сорта просто разной помол помол разный немножко крупнее и мельче но вы можете брать одну один сорт у меня тип павстрийским типом 480 и 700 тип 1 килограмм муки обязательно просеем чтобы набралась у нас кислорода у нас мука очень хорошая без всяких там палочек и примесей то есть мусора не будет особенно просто что залежавшиеся может быть мука и посему она обязательно должна быть просеяна один килограмм муки просеиваем вот так быстренько просеем 1 килограмм муки готовится очень очень быстро само тесто причем вы не руками работаете а работает за вас тесто мест еще раз повторяю что можно использовать специальные насадочки такие для для теста обычного миксера теперь что делаем теперь я беру брутвертс брутвертс здесь разные компоненты я беру одну столовую ложку вот так с горкой специально для брут для хлеба теперь я беру сезам сезам это у нас идет кунжут белый кунжут можете добавлять любые вот так столовая ложка белого кунжута пошла теперь у меня черный кунжут нету черного можно использовать белый нету допустим кунжута можно использовать семечки обычные подсолнечника или дынные тыквенные и я беру еще одну столовую ложку обязательно льняного семени вот сейчас я вам покажу вот вот так льняное семя лайн замен все можно еще чуть-чуть посыпать льняного где-то чтобы полторы ложки было теперь мы ставим наш крюк начали на маленьких оборотах так чтобы у нас мука не летела по всей кухне а за месяц а у нас мука станет мокрая и потом будем увеличивать обороты вот сейчас на этом этапе пока начинает меситься все это так сейчас мы еще добавим 350 грамм воды было и мы сейчас добавим еще 350 грамм миллилитров вот так вот когда немножко пронесили можно сразу влить воду ничего страшного не будет вот идет замес у нас сейчас чуть-чуть смешается вот смешала сейчас мы берем добавляем 4 столовые ложки растительного масла я беру растительное масло 4 столовые ложки посмотрите я наливаю 1 2 3 4 4 4 столовые ложки что теперь делаем теперь мы оставляем на 12 минут до полного замеса будет очень жидкое тесто все вот подходит уже 12 минутка сейчас работает мой будильник вот такое мясо и получается жидкое можно сказать тесто сейчас мы остановим наш тестомес я сниму этот крюк и покажу что делаем дальше ну что мои дорогие зрители прошло 12 минут сработал мой будильник выключаю я тестомес теперь снять нужно полностью вот так с крюка наше тесточка мы снимаем вот так прямо рукой сняли крюк снимаем он нам не надо теперь сейчас я крюк я снял берем просто чистое такое полотенчика накрываем и прямо вот у меня здесь даже не дни тепло более-менее прохладно может 20 градусов сейчас я посмотрю сколько здесь до 18 градусов прямо в этой температурке оставляем буквально на два часа тесто будет подниматься я покажу немножко будем приопускать чтобы не вышло но из этой чаши два часа оставляем прямо ничего не делаем единственно будем следить чтобы она не убежала у нас все вот прошел час 15 посмотрим что с нашим тесточком видите как вовремя я подошел поднялась значит просто вот так немножко его опустить надо все прямо так вот вниз опускаем опускаем чтобы весь воздух этот вышел и еще оставляем где-то может на часик посмотрим друзья ну вот так подошло у нас тесточка один раз я его опускал очень хорошо поднялась тут сейчас мы подготовим поверхность что я дальше делать буду я вам сейчас все покажу и расскажу немножко припыляем вот так мучиться сейчас мы здесь работать будем с ним я покажу что я буду выполнять какую тесто выкладываем но как хорошо она прямо отходит от стенки если отходит от стенки хорошо значит тесто хорошо выстоялась и вот так ручкой до собираем все прям очень хорошо отходит прекрасное тесто получается у нас теперь что делаем теперь здесь немножко опять припыляем чуть-чуть припылить чтобы к рукам не липло особо это тесто мы берем делим ровно на две равные части вот так где-то на глаз две равные части одну часть стороночку так а вторую часть мы что будем делать мир вот так переворачиваем и начинаем вот так выдавливать весь воздух с теста мы выдавливаем воздух понятно теперь начинаем скручивать как бы рулетиком вот так скручиваем и собираем к центру вот скручиваем скручиваем хорошо защипляем вот так защипляем немножко подпыляем теперь берем одну из наших мисок я подготовил две сейчас я вам покажу что я делаю значит я использую всегда для теста вот такие вот шапочки они с резинками но так как уже резинка все желает оставлять лучшего шапочки для душа новые очень удобно использовать можно пленочку обычную брать пищевую теперь я беру чистенькое полотенчика одно кухонное вот полотенчик застилаю его сюда вовнутрь наша тесточка сформованная вот таким вот колобком можно сказать прямо сюда шлюп и точно так же будем делать второе вторую точно так же мы берем чистое полотенце берем значит быстренько опять давим на тесточка вот так воздух весь выгоняем у нас получится две хорошие буханочки хлебушка и вот так заворачиваем плотненько вот так быстренько раз-раз-раз заворачиваем сворачиваем вот здесь закрепляем все хорошенько вот так переворачиваем немножко как бы формуем такой колобочек все равно она будет вылеживаться у нас еще раз сюда все теперь что делаем сейчас надо немножко припылить чтобы наше тесто не было заветренным вот так припыляем все припылили берем одну нашу пленочку и берем вот такие резиночки я сделал видите сам решил просто резиночку все очень просто теперь берем надеваем одели стороночку и вторую берем точно также вторую накрываем это для того чтобы тесточка выстаивалась и не обветывалась теперь что мы делаем теперь мы его забываем сейчас время 9 часов вечера завтра ровно в девять мы будем доставать я укладывая его холодильник дети вот холодильник одна часть здесь подготовим тоже и вторую миску все и вторая миска все напрочь забываем до утра все до утра друзья но у нас 9 утра уже даже 15 минут десятого прошла ровно ночь в 9 мы поставили в холодильник наше тесто и продолжаем окончание нашего всего вот такая у нас получилось хлебы на як украинцы говорят хлебушек резко значит что мы делаем мы берем вот так и прямо выкладываем и вторую также значит ничего отстаиваться не надо и сразу делаем этому хлебушку шок отправляем его вот так вот в таком виде отправляем его сразу разогретую духовку 220 градусов видите я делаю 220 наверх конвекция положение конвенция и не открываем все 45 минут оставляем можно будет в конце там когда уже подойдет он поменять местами если будет мало подпеченного допустим снизу или там сверху можно подрегулировать но первые 20 минут открывать ничего не нужно ждем друзья ну вот такой у нас хлебушек две булочки у нас получилось такого хлебушка сейчас я попробую так вот прямо по-деревенски на доске отрежем вот на регион он немножко постоял он будет хрустящие однозначно да он хрустит сейчас посмотрим что у нас внутри вот такой хлебушек у нас вот вот и прямо просто хлебушек я сейчас попробую чаем это просто шик он внутри мягенький хорошо пористый ребятки я всем рекомендую приготовить по этому рецепту делитесь рецептом не жалейте быстро рецепты самый видите интересная ночь стоит вкуснота необыкновенная специи можете любые хлебу добавлять семечек нету кунжута добавляйте подсолнечника добавляйте тыквы семечки тоже будет вкусно хлеб обалденный не оторваться рекомендую ребятки оставайтесь все живы-здоровы приходите на мой канал подписывайтесь не забывайте ставить лайки кого понравится и всем пока пока